Ребята, всем привет! 6 сентября 2014 года я записал ролик о том, как удалять сайты, которые появляются в автозагрузке при включении компьютера. Это могут быть совершенно любые сайты, такие как ToInf, GoInf, ZebraGamer, GameHarbor и тому подобное. Вот, например, есть еще такие сайты, как GamePlaying4.org и другие сайты. Они постоянно меняются, но способы борьбы с ними одинаковые. И вот в этом видео я рассказывал о том, как удалить эти сайты из автозагрузки. Но хакеры становятся умнее, и теперь этот вирус они сделали еще более хитрым. И вот эти способы, которые я описывал в этом видео, они работают. Но программы, с помощью которых можно удалить этот вирус, они не запускаются. То есть вы не можете зайти ни в реестр, вы не можете зайти в CCleaner, вы не можете использовать даже программу AVZ. В одном из своих видео, которое называется «Как удалить все вирусы с компьютера всего за 5-10 минут», я рассказывал о такой программе, как AVZ. И даже она не запускается. Что нужно сделать для того, чтобы у вас открылся доступ к реестру, и для того, чтобы вы смогли заморозить и удалить автозагрузку этих сайтов. Чтобы вы могли использовать CCleaner, чтобы вы могли избавиться от этого проклятого вируса. Для этого нужно открыть программу AVZ, но если она не открывается у вас, то нужно переименовать этот файл, который у вас называется AVZ.exe. Его нужно переименовать, допустим, в AVZ2015, AVZ2020, я не знаю, ну совершенно разный какой-то набор, AVZ123456, например. Переименовывайте этот файл так, чтобы он не назывался AVZ.exe, потому что этот вирус, он блокирует запуск приложений с названием AVZ.exe. После того, как вы его запустили, нужно обязательно обновить эту программу. Если, кстати, она у вас еще не установлена, зайдите в Google, наберите AVZ и вот зайдите на сайт z-olek.com. Здесь вы можете скачать AVZ, портативную версию, которая не требует установки, вы просто ее скачиваете, распаковываете к себе на компьютере, и она тут же запускается без внедрения в вашу систему. После того, как вы ее установили, все равно зайдите в файл, обновление баз, и нажмите пуск. После того, как все обновленные файлы загрузятся, обновленные файлы вирусов, то есть, чтобы он мог распознавать новые вирусы, нажимаем ОК, и у вас получается самая свежая версия программы. После этого нужно зайти в файл, мастер поиска и устранения проблем. Здесь нужно выбрать системные проблемы, а вот здесь выбрать все проблемы. Нажимаем пуск, и после того, как он просканирует нашу систему, у вас здесь появится, у меня это поле не появляется, но у вас появится поле, которое называется «Обнаружен отладчик системного процесса». И ставим галочку напротив этого поля, и нажимаем «Исправить отмеченные проблемы». Сразу после этого у вас откроется доступ к реестру, к программе C-Cleaner, к программе AVZ, вы можете переименовать обратно в AVZ-exe, но лучше, наверное, этого не делать. Вы уже сможете запускать все программы и реестр так, как необходимо. Вирус больше не будет вас мочить. Ну и дальше действуйте по той инструкции, которую я описывал в этом видео. Два способа, как убрать и удалить сайт. Ну там, ваш сайт, конкретно, который у вас в автозагрузке появляется. На этом у меня все. Думаю, это видео было вам полезным. Подписываемся на канал, ставим пальчики вверх, если у вас получилось решить вашу проблему, если у вас открылся доступ к реестру. Лично у меня это получилось. Буквально вот вчера я столкнулся с этой проблемой, поэтому, ребятки, проверено все на личном опыте. Хорошего вам настроения. Будьте аккуратны, не заражайте свой компьютер вирусами, не скачивайте пиратский софт, особенно игры. Именно из игр появляются эти вирусы. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok